Я предлагаю послушать доклад Никиты Александровича Казанцева, члена президента объединения Космопоиска, сына Александра Казанцева. Его доклад называется «Александр Казанцев и параллельные миры». Позвольте произнести благодарственные слова в адрес организаторов сегодняшних чтений. Идея объединить имена Феликса Юрия Сизигеля и Александра Казанцева хороша и не только тем, что оба эти человека внесли свой вклад в проблему УФО и параллельных контактов, и не только тем, что они работали приблизительно в одно и то же время, но и тем, что были хорошими, добрыми друзьями в жизни, дружили семьями, и я с теплотой вспоминаю те памятные времена. Так что мы с вами сегодня присутствуем на встрече друзей, и если уж не на очной, то на встрече в нашей памяти. И не только друзей, но и встрече автора и героя его произведения. Помните рассказ Казанцева «Пришельцы из космоса» или «Звездные пришельцы» он еще назывался? Среди туристов теплохода «Победа» оказался аспирант, которого все звали Феликсом, молодой лысевящий человек в очках с тяжелой оправой, который здорово играл в пинкор. Тот, кто так увлекательно рассказывал о фактах посещения Земли звездными пришельцами, а после отстаивал свою позицию в статье «Слем и тыква». Да, прототипом этого аспиранта был никто иной, как Феликс Юрьевич Сегель. Ну, а уже более чем 50 лет назад в журнале «Техника молодежи» вышла небольшая статья, что летает над землей. В статье говорилось, что до самого последнего времени солидному ученому считалось просто неприличным всерьез говорить об УФО. Однако сейчас положение изменилось, и автору этой статьи казалось, что сейчас при отсутствии ясных физических теорий настало время серьезно обсудить и космическую гипотезу УФО, допустив, что рассматриваемые объекты являются космическими зондами из других мерок. Возможно, их пилотируют разумные существа или мыслящие кибернетические устройства. Это была одна из первых публикаций об НЛО в советской печати. Авторы были знакомы лишь заочно. Американские ученые французского происхождения, члены американского математического общества, получивший докторскую степень за работу в области искусственного интеллекта Жак Валле и советский писатель-фантаст Александр Казанцев. Много позже очная встреча между ними состоялась. Валле приехал в Москву, посещая местности, где наблюдались аномальные явления, чтобы расспросить свидетелей и самому оценить достоверность и характер имя увиденного. В этот раз они говорили о том, откуда могли появиться у нас эти загадочные летающие талантки. Если из дальних звездных миров, отделенных огромными расстояниями, которые свет преодолевает за сотни и тысячи лет, то посещения оттуда не могут быть частыми. Если бы за обозримое время мы столкнулись с несколькими десятками наблюдений, можно было бы считать их инопланетными аппаратами. Но когда таких наблюдений около полутора миллионов, то посылку так часто к нам исследовательских зонтов из далёких звёздных миров трудно себе представить. И казанцев в Свалле пришли к общей мысли, что интересующиеся нами миры надо искать где-то ближе. Как известно, жизнь на других, кроме Земли, планетах Солнечных системы, как уже доказано, не существует. И приходится вспомнить, что по признанной в науке теории подобия, на которой изъездится кристаллография, Вселенная наша не трёхмерна, а одиннадцатимерна. Почему одиннадцать? Может быть, потому что одиннадцать – это некий модуль Вселенной. Ибо все основные макро- и микро-размеры кратны одиннадцати. На этом построена альфа-метрика современного учёного Владимира Ивановича Чурина-Авинского. Можно представить себе, что одиннадцать измерений включает в себя три трёхмерных мира, разделённых двумя переходными измерениями, наподобие межэтажных перекрытий трёхэтажного дома, где жильцы каждого этажа ничего или почти ничего не знают друг от друга. И этажи эти сравнимы с существующими, рядом с нами на Земле, сопредельными параллельными мирами. Точное соприкосновение, с которыми вызывают такие аномальные явления, как, например, Олтер Гейтс. Но, если это будет доказательство, то, кажется, есть. Прежде всего, снежный человек, этот мохнатый человекоподобный гигант, которого были наши пращи, он оставляет исполинские следы, вполне человеческие. Гипсовый следок такого следа Александр Петрович Казахстан держал в руках, представляя себе, какому великану он мог бы принадлежать. Следы оставляются такими особами в разных частях мира. Загадочные гости видят, фотографируют, снимают на киноплёнку. За ними тщетно гоняются исследователи, но ни разу встреча с учёными этих братьев наших пращаров, если не сказать самих пращаров, не состояло. Более того, ни одного останка загадочных существ обнаружить не удалось, словно они никогда и не умирали в наше время. А ведь костю доисторических ящеров, динозавров и бронтозавров, птеродактилей мы находим достаточно, и даже выставляем их в скелетах палеонтологических музеев. В былое время от этих существов говорили, что они проваливаются сквозь землю. Ныне, что они растворяются в воздухе. А может быть, на самом деле, скорее всего, они переходят в другое измерение. Такой же переход в другое измерение или растворение в воздухе наблюдается с неопознанными летающими объектами. Летающими тарелками, которые появлялись ещё при фараоне Кутлиса III, описанных Плутархом и в неисчислимых случаях в нашем мире. Вполне законно, как сошлись во мнении казанцев Жаком Вален, допустить, что эти гости могут быть не только из космоса, а, более вероятно, из третьего параллельного неомира, овладевшего свойством снежного человека преодолевать переходные измерения и проникать в сопредельный мир. Прощеры делали это, скажем, с желанием полакомиться корой наших деревьев, облотанных в ряде случаев на неприступной людям или животной высоте. Избегая встреч с людьми, они исчезали в своём промире. А из неомира нас наблюдали, может быть, в древности, и даже помогали развитию человечества, оставив памятники культуры, возведение которых было не под силу древнему земному обществу. И казанцев и Валер договорились выпустить на эту тему, на этот раз не совместно, а каждый в своём жанре, один как учёный, другой как фантаст, соответствующая работа. И в начале 90-х годов, прошлого и года, роман о пресельстве из параллельного мира Альсана, как он явился на обычную подмосковную дачу в Абрамцево, неся высокие гуманные идеи более развитого мира, и как был принят современным обществом, в рукописи лежал на столе. В это время к казанцеву звонит переводчиком-туриста от имени итальянца Джорджо Банзевани, которому предстоит ряд выступлений в Москве. Он посвятил себя борьбе за идеалы высших небесных космических сил, как отмеченной стигмами их посланять на Земле. Высоко ценит вклад писателя в разгадку общения небесных космических сил с людьми в древности и в наши дни, и хотел бы встретиться. Было от чего замолноваться. Встретиться с живым героем только что законченного романа. А Джорджо Банзевани явился не просто с переводчиком, а в сопровождении сподвижников и русских, и итальянцев, и также с неотручной медсестрой на случай кровотечения Христова храна. При каждом обращении с небесными силами, космическими, как заявлял Банзевани, объясняя, что приехал он в страну атеистов. Беседа началась с того, что медсестра разбинтовала руки Банзевани, открытые изуродованные ладони, обычно вызывали увидевших их впервые шок. А стигматик спокойно говорил, я заинтригован, узнав, что вы видите во мне героя своего романа, написанного раньше «Встреча со мной». Ну, не надо понимать это в буквальном смысле слова, но вы, как и мой иноземлянин Альсина, носители идеи чистого разума бездумно, забыток нашей природы и цивилизации. Отвечает он у казанцев. Я рад, что наши цели совпадают. И стремился к вам, как к ученому, показавшему, что наша история говорит о былой помощи людям высших небесных или космических сил. О том, что было прежде, возможно, и сейчас. И даже более необходимо для продолжения жизни на Земле. Вы, как никто другой, поймете меня. И вы считаете себя, как мой Альсина, посланцем высших гуманных сил? Именно так вы, сочтимый мой сеньор. И я расскажу вам о своей космической встрече. И он указал глазами на медсестру, вновь бинтующую мою руки. Об этих святых знаках, доказывающих, от чьего имени я говорю, стараясь побывать всюду, где меня услышат. Конечно, я такой же, как и вы. У меня есть родители, они живы, они живут в Италии, есть брат Филиппа. В следующий раз мы приедем вместе. Но я не писатель, владеющий убеждающим словом. И когда я говорю с людьми, убеждать должны, он снова взглянул на свои бинты. И это знали на небесах и в космосе. Из сияния вышла прекрасная женщина, словно соседшая с картиной Рафаэля. Не передать ее небесной красоты. Извините меня, сеньор, диты, сеньоры, вы приняли бы ее за чудесную звездонавку. Но я католик, и для меня она была прекрасной девой Марии. И проникновенный голос ее музыкой прозвучал во мне. Иди к людям, и неси им мою заботу о них, чтобы в бездумии своем, забыв заповеди бытия, не соврались бы они в бездну зла, откуда нет пути к свету. Пусть этим светом будет моя забота о них. Неся ее, страдать ты будешь, как Христос, и наделяю тебя ранами его. И он поднял забинтованные руки. Я преклоняюсь перед вашей самоотверженностью, Джорджио, и присоединяю свой писательский голос к вашему. Говорит Казанцев. Теме ценен ваш роман, друг Александра. Надеюсь, вы дадите мне его рукопись, чтобы пока роман выйдет в свет, мы перевели его на итальянский язык. Обменявшись книгами, рукописями и обещаниями, сфотографировавшись вместе новые соратники святого дела спасения и силовейства, остались в расчете увидеться вновь, когда роман выйдет в свет и начнутся съемки фильма. Но фильм, по уже написанному сценарию, поставить вопреки обещаниям так и не удалось, в связи с отсутствием финансирования. Не лучше было и создание романа непосредственно. В очередной приезд в Москву итальянский стигматик посланец высших термических цивилизаций, как он говорил, или пресвятой Девы Марии, отметивший его христовыми ранами, снова появился указатель. Его вместо беда сломил. Если прежде сильные раны на руках и ногах были забилтованы, то теперь открытая крылавая рана зияла на лбу. Что это, спросил Казанин? Тот с итальянским темпераментом быстро заявил. Это значит светлого богоявления. Разве у Иисуса Христа была такая рана на лбу? Художники никогда не видели его, но должны были знать про терновый венок. Но дело не в болезненном воздействии шипов, а в звезде, как символе его великого учения о любви людей друг к другу. Какое по воле матери его, пресвятой Девы Марии, или небесной космической цивилизации, я в мир несу. Перевозчик с трудом поспевал за ним в переводе. Итальянец поинтересовался судьбой романа и сочувствовав обнадежью. Не падайте духом, я рассчитываю сделать вам подарок, который вручат вам до моего следующего приезда. А сейчас приехавшие со мной сеньоры из телевидения заснимут нас с вами в новогодней передаче. Через несколько дней в Казанцеву позвонили переводчик, уже уехавшего в Банзелай. Сеньор поручил мне доставить вам изданный на его средства роман Альсин. Но беда в том, что в последнюю минуту он узнал, что маленькое издательство упускает только брошюры, не связанные с художниками и не может дать цветной обложке, без которой книга не пойдет. И Банзелай рассчитывает, что вы связаны с художниками, которые смогут проиллюстрировать ваши книги. Вся надежда на вас. На этом разговор закончился. Взять на себя оплату обложки казанцев в то время не мог. И тут начались все в лесах. Не просто оказалось иметь дело со стигматикой, знакомым с высшими небесными силами. Во входную дверь позвонили. Казанцев открыл дверь. Я вас сразу узнал. Мы с вами долго не виделись. Казанцев удивился. Он никогда не видел этой миновидной маленькой девушки. Я от Джорджио Банзелай. Одна из его приверных. Уезжая уже на вокзале, он поручил мне передать вам этот конверт. Да вы пройдите ко мне. Что мы стоим в дверях? Нет, нет, я не могу. Но почему? Я очень прошу простить меня. Простить за что? За все. Что вы имеете в виду? В чем виноваты переливания? Вы шутите? Когда вы применились? Мы с вами никогда не виделись. В нашей прошлой жизни на полном серьезе ответила незнакомка грустно улыбаясь. И не растворилась в воздухе, а пошла вниз по лестнице. Казанцев с незаклеенным конвертом в руках в полном недоумении стоял в дверях. Наконец пересел в себя, посмотрел, что в нем, нашел 100-долларовую купюру и никакие записки. Недоумение прибавилось. Он не поверил бы себе, если бы во всем случившемся была хоть тень выдана. Накануне Нового года люди не просят друг у друга прощения, как прощание на воскресенье перед Пасхой. Может быть, истовая поклонница, стигматика, религиозная и фанатичка живет в мире мифических фантазий? Но откуда? Эти именно 100 долларов. Почему Банзаваня, уехав неделю назад, передала к Снею, а не к переводчикам, связанным с издательством? Но, как бы то ни было, выход книги в обложке этим чудесным способом теперь был обеспечен. Но чудеса с Альсиной не закончились. Через некоторое время переводчик с Банзаванем вместе с сафером перевезли и перетаскивали в кабинет Казанцева тысячу экземпляров Альсина, упакованных в пачки по 20 штук. Джорджио Банзаваня поместил в книге и свое обращение к людям и послание человечества пришло той девы Марины. Однако распродать тираж так и не удалось, и закрадывалась мрачная мысль, и неужели напрасен и труд создания Альсины. Но Альсин Петрович взялся за продолжение роман «Инумиры» о древнем «Промиле» и нашем будущем «Неомире». Роман был написан, в журнале не прошел, однако спустя несколько лет по инициативе издательства «Центр Полиграф» два романа «Альсина» и его продолжение были изданы в одном томе под одним общим названием «Инумиры». Так что тройной тираж полностью разошелся, так что в литературе нужно оставаться верным себе и уметь ждать. А в конце 90-х годов Казацкий вновь обращается к теме параллельных миров. Ему страстно захотелось написать, если не роман, то повесть, о незаурядном человеке, жившем в конце Средневековья во Франции, в эпоху Генриха II и Екатерины Милевича. Молодой врач бесстрастно шел туда, где обествовалась ненасытная чума. Чтобы не привлекать еще раз внимание инквизиторов, он предсказания облекал в сеть лиростифья, которые безобидны фантазию поэта. Сказания Дании проверить невозможно, и они приносили ему посмертную сладу, но ближние сбывались и заинтересовали тех, кто знал и хотел, кто хотел знать, добьется ли успеха в задуманных делах. Врач объяснял свою способность неспознанными свыше вдохновениями. Инквизиция молчала, сама не прочь воспользоваться даром прямого потомка губейских пророков. И во Францию вернулся уже сын выкрестов, истый католик, доктор Мишель Нотрадамус, и все имя Пресвятой Девы. По латыни оно звучало «Нострадамус». Он был призван к Королевскому двору, где пользовался расположением Екатерины Меевича, заинтересованный предсказанием судьбы своих детей. Азазов долго не решался писать о нем, не понимая как материалист феномен Нострадамус. Еще два мира незримо существуют рядом с нами, как соседние страницы книги с воображаемыми двухмерными существами. Третье измерение и соседняя страница для них также неприступны, как нам высшее измерение. И время в тех мирах течет различно. Один отстал от нас, другой ушел вперед. И все они проходят через некие слои времени, оставляя в них свой след, как программу миру, идущему послед. В таких слоях времени и, как казалось, казанцево, вся ссория. Представьте, камень брошен в воду, по ней прошли круги. Во всем подобные друг к другу разбегаясь, они проходят слои времени с интервалом и в своем движении становятся другими. У нас у каждого есть внутреннее зрение. Мы можем взглянуть информационным лучом в еще не пройденные нашим миром слои времени, увидеть в них, что у нас ждет впереди, узнать, какого был неумир тогда, а мир, где мы живем, каким предстоит стать. Ведь наше будущее для них уже давно прошло и теперь и в далекой древности. И как в годичном слое растущего дерева отражаются радиоактивность, химический состав и другие особенности, почвы в каждом году, так и в слоях времени запечатляются, фиксируются действия первопроходчиков из мира мира, идущего технологически впереди нас. И события эти еще раз непременно произойдут, когда другой мир, наш с вами, будет происходить через эти слои времени, повторяя историю мира, а спустя длительное время снова пройдет то же самое, но уже с гомо-сапиенс, которые появятся в результате эволюции теперешних пращеров в промилле. Это был ключ к пониманию предсказаний Нострадаму, если оказаться в подниму историю за четыре сотни лет, куда заглядывал провидец, показал галерею исторических героев. Даже дальше ушел на тысячелетие к предсказанным Нострадамусом к концу света, который, по его словам, будет началом новой эры с 14 человечеством. Повесть о Нострадамусе появилась в журнале «Молодая гвардия», а потом был издан уже роман «Ступени Нострадамуса» был издан издательством современного. Вот таким образом Александр Петрович коснулся темы параллельных темы параллельных миров не как ученый, не как разработчик каких-то научных концепций, а в поисках ключа для своего творчества. И найденный этот ключ позволил создать несколько романов, посвященных в первую очередь нам. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, во-первых, хочется заметить, что с Джорджио Банджавани мы здесь встречались на зигельских чтениях, если кто помнит, да? Вот. Во-вторых, конечно, он не тот человек, для которого себя выдавал. Нужно что делать. А вот то, что Александр Петрович сделал такой литературный, я бы сказал, силосовский подвиг, это вот как раз к великим сынам.